Классической формой проверки знаний от школьной скамьи до окончания вуза служит устный экзамен, предполагающий ответ на два, реже три, вопроса после предварительной письменной подготовки. Вопросы к устным экзаменам даются учащимся заранее. В экзаменационных билетах они располагаются в случайном порядке. Хорошо сдать устный экзамен можно, как следует выучив все ответы или освоив хотя бы основные знания по предмету, из которых можно самостоятельно составить ответ на любой вопрос. Эти прописные истины знакомы каждому студенту, но... Большинство сдающих, вне зависимости от уровня подготовки, испытывают определенные трудности перед сдачей устного экзамена. And the pep. Нужно ли отдыхать перед экзаменом? Правило последней ночи, бытующее в студенческой среде, гласит, что за несколько часов до экзамена можно выучить все, даже китайский язык. Увы, это не так. Попытка запомнить информацию в то время, когда организм привык отдыхать, может остаться всего-навсего попыткой. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Так что не стоит гнать коней во весь опор и пытаться наверстать навсегда упущенное знание. Лучше спокойно выспаться, чтобы встать с утра со свежей головой, позволяющей, если не вспомнить, то хотя бы придумать, что отвечать на экзамене. В чем идти на экзамен? Устный экзамен – это почти всегда стресс, который нужно не усугублять, а развеивать. Например, комфортными условиями сдачи. Помочь в этом может удобная одежда. На экзамен лучше всего приходить в привычных вещах, которые не жмут, не натирают, не вызывают повышенного путоотделения. Для того, чтобы понравиться экзаменатору, желательно выбирать классическую одежду – белый верх, черный низ. Если точно знаете, какой стиль предпочитает преподаватель, можно попробовать нарядиться под него. Отдельно стоит продумать вопрос со шпаргалками. Под них нужно выбирать свои вещи – с объемными карманами, длинными рукавами, быстро поднимаемыми подолами юбок и тому подобное. Когда идти на экзамен? При выборе времени для входа в аудиторию лучше всего ориентироваться на принцип золотой середины. Идти на экзамен в первой партии не совсем рационально, это лишает возможности узнать, в каком настроении находится экзаменатор, какого типа вопроса он задает, насколько благосклонно относится. К списывающим. Замыкать очередь сдающих тоже не стоит, это и психологически тяжело, ведь до того, как зайти, придется выслушать с десяток историй о зверствах экзаменатора, и логически неоправданно в конце. Всегда ходят потенциальные двоечники, да и преподаватель к этому времени может существенно устать. Как вести себя на экзамене? Как бы странно это ни звучало, но сдать устный экзамен может не только тот, кто хорошо знает предмет, но и тот, кто уверен в себе. Озвучено Яндекс Спич Кит. Спокойный голос, общая эрудированность, умение мыслить и вести диалог, способный из любого двоечника сделать, если не отличника, то хотя бы хорошиста. Готовя ответы на экзаменационные вопросы, не нужно нервничать. Совсем ничего не знать человек не может. Соответственно, вначале можно написать то, в чем уверен, а затем все остальное. Зачастую ответы на вопросы можно почерпнуть из смежных дисциплин, собственного жизненного опыта или ответов тех, кто сдает экзамен до вас. Когда вся возможная информация будет собрана, ее можно проанализировать и сделать несколько собственных выводов. Даже если они будут не совсем верными, экзаменатор оценит ваш труд, поскольку на экзамене всегда лучше говорить, нежели молчать. Для установления более тесного контакта с преподавателем, рекомендуется вести беседу тихим, низким голосом, обращаться к нему по имени, проявлять искренний интерес к предмету, не бояться. Жестикулировать жестикуляция свидетельствует о заинтересованности человека темой разговора, и не делать закрытых поз, не скрещивать ноги, не замыкать руки в замочек и тому подобное. Спорить с экзаменатором не нужно, но отстаивать свою точку зрения, если она есть и вы можете подкрепить ее конкретными данными, можно. Некоторые преподаватели даже любят, когда с ними делятся индивидуальными, пусть и неправильными соображениями. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.